привет меня зовут маша ты на моем канале от скуки посвященной вязанию и все что с этим связан и прежде всего я хочу всех 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 поздравить искренне от всей души с наступившим новым 2022 года я надеюсь в этом году мы будем еще больше вязать еще больше вдохновлять друг друга учиться чему-то новому постигать непостижимо и добиваться больших успехов в том деле которая нам больше всего нравится именно в вязании и вообще в принципе в рукоделии неважно в чем можно не обязательно же вязать есть еще очень много прекрасных видов искусств в которых мы можем очень очень хорошо продвинуться к сожалению я немного простывшая поэтому если вдруг будут внезапно какие-то перерывы это значит что я там или водички попила или еще что-то или если кого-то очень сильно пугает мой простых же голос то до скорых встреч во в следующем влоге когда я буду было более хорошо себя чувствовать ну а тем кого это кого это не пугает добро пожаловать в новый 2022 год и прежде всего хочу поздравить похвастаться своими подарками я уже рассказывала что я как приличная дочка сама себе покупаю книжки и говорю мама это подарила мне ты на этот новый год мама все кровь это мне вы подарили на этот новый год так что это у меня два подарочка от моих двух мам это от свекрови это от моей родной ну я сама себе все выбрала заказала упаковала красивенько с бантиками все как положено под елочку положила и 31 12 открыла и предлагаю полистать это 55 вязаных шаров от арне и карлоса но многие я думаю большая часть вязальщиц эту книгу хорошо знают и по ней очень много вязала шариков и анастасия из грузии и в на ютюбе очень много шаров так что ни для кого это не новинка это достаточно известная книга и наконец-то в моем арсенале она тоже появилась я жаккардом пока на вы прям на вы на вы но я очень хочу к следующему году научиться что-то вязать именно жаккардом но я уже говорила что у меня по планам на первом месте это лапа пейса да я все-таки хочу до нее созреть тем более после того как мне наша дорогая вера подарила три мастер-класса на лапа пейсе но мне просто будет перед верой стыдно если я ничего не свяжу в общем по этой книжечке все понятно по ней много кто вязал много кто вяжет так что и если вот хочется просто для вдохновения или для того чтобы научиться почему нет я считаю это просто отличный вариант вот эту книжечку я давно на нее заглядывалась именно потому что в ней такие его достаточно простые детские но даст ну мне кажется очень даже классные узоры это тоже пола по пейсам здесь вот такие ненавязчивые узорчики очень достатно мне кажется они достаточно простые но мне трудно судить потому что я не умею вязать жаккард на профессиональном уровне да я могу как обыватель сказать что наверное это не сложно но вот такая классная шапка вот честно несмотря на то что мне следующем году будет 39 лет но я загорелась я хочу себе такую шапку на следующий декабрь и до чтобы вот преддверии нового года я буду в ней ходить мне она очень понравилась мне кажется для детей это просто бомба а для таких взрослых как я у которых детство все и все еще полыхает то почему нет вот еще одна шапка то здесь есть и модели здесь есть и готовые лапа пейса то есть бери и вяжи и также очень много таких достаточно ну на мой взгляд простых да я не могу судить как профессионал я как обыватель сужу мне кажется достаточно простые узоры для того чтобы как раз таки начать знакомиться с ику с искусством жаккарда потому что вот есть прям очень сложные схемы но есть на мой взгляд прям очень даже ну на мой взгляд не не сложные и с которыми легко справиться вот таким узором я видела носочки вяжут вот этот достаточно популярный узор как бы мне кажется узоры достаточно интересные оригинальные плюс они яркие сочные все как я люблю так что я думаю мы с этой книжкой подружимся и вообще ни разу не пожалела что она появилась у меня в ассортименте вот эти олени я вообще от них без ума я видела в этом году очень много носков вяжут именно с этими оленями так что есть чем вдохновиться поэтому тоже для вдохновения для изучения прям очень сильно рекомендую и дальше пойдем по подарочкам и следующий подарочек будет вот в таком виде сейчас я тут отрежу адрес потому что здесь подарок от даши с канала мурнитка срежу адрес чтобы не было соблазнов отправить нам наши посылки не запланированы все адреса больше нет и можно вскрывать и и и итак я так понимаю я открыла верх ногами меня здесь такой благ нотик замечательный с точечками будем в точечки с мужем играть потому что записи все равно не веду но бархатные ручки крем для рук класс я в этом году обеспечена кремами для рук мне кажется даже не на один год чай черный здесь явно что-то мягенькая я это чувствую так это navita семь братьев я очень давно хотела попробовать эту пряжу у меня ее никогда не было вот казалось бы да у меня сто пятьсот видов носочной пряжи но именно navita у меня ни разу не было я все время на нее смотрю но как-то вот ни разу так и не дошли руки чтобы из нее но чтобы ее купить поэтому блин даша огромное 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 спасибо я очень рада что наконец-то она появилась моем арсенале к тому же такой классический цвет и состав это вот прям о это мы будем отмечать еще бога бокальчик супер так здесь тоже что-то мягенькое мне кажется я даже знаю что это и это мне кажется то что даша потеряла и долго не могла найти я так думаю сейчас мы об этом узнаем да это она и есть это пехорка конопляная я говорила что мне это ниточка понравилось а даша нашла ее в совместной покупки и заказывала так что очень красивый такой светлый фисташковый цвет у меня и она еще есть в нежно-голубом цвете но вот это прям вообще супер я просто когда заказывала себе на вал бересе нежно-голубой вот этой на вал бересе не было но я хотела именно вот такую она называется светлая хаки но я бы назвала это фисташка вот прям очень красивый такой приятный цвет и не вырви глаз мне кажется на лето это будет прям бомба дальше здесь тоже какой-то мигусик очень даже мигусик если кто-то думает что я бесчувственный чурбан и поэтому я не вижу от счастья то в душе я честно слово вижу но так как у меня жуткий кашель я боюсь я знаю что это я знаю это опал только я почему-то его вытащила без верочки это потрясающий опал это моя любимая у них коллекция по картинам я прям обожаю вот эту коллекцию я с ней из такой ниточки я имею до из этой коллекции вязала уже нельзя черепашек своих и мне безумно нравится опал вот для меня носочка номер один вот на сегодняшний день лучше я пока еще не встречала ну может только аустерман степ которая салоя вера но они с ее разница в цене почти в два раза поэтому но по соотношению цена-качество опал мне кажется это самая лучшая ниточка вот эту именно расцветку я очень-очень давно хотела даша огромное спасибо тут еще что-то я уже прям пугаюсь и сегодня и так день сбывшейся мечты так ухты это какая-то очень очень красивая дунда га и она не просто очень красивая она бомбическая и кстати на удивление почти правильно передается цвет то есть она такая есть фиолетовая зеленым и секунду посмотри как это классно сочетается да вот эти зеленые так вас на пересекается с вот этими и все это добавляется оранжевым коричневым то есть мне кажется это будет прям вообще супер даша огромное спасибо причем мне кажется что это не просто новый твит от дунда гейта мне кажется даже с каким-то мериносом потому что она прям очень мягкая прям очень мягкая но цвет потрясающий я хочу узнать что это за цвет потому что мне прям очень понравилось так и здесь что-то еще я уже волнуюсь я знаю что это я не буду распечатывать это не мой подарок это даже не буду показывать не скажу что это но это это не мой подарок это мне даже попросила передать так но у меня добрые соседи включили дрель я уже жалую что у меня кто-то соседям на новый год подарил дрель и они теперь решили продрелить мне мозг так что вот это я обратно упаковываю это не мое а вот это моем вот такой у меня потрясающий подарок от даша я прям в полном восторге мне очень понравилось и прям вот все что я люблю невероятной красоты дунда га просто вот посмотри на вот это сочетание тоже вру просто сказка навита которую я давно мечтала попробовать но никак не могла невероятной красоты опал вот просто самая бомбическая рассветка которая у них есть вот в этой серии картины кстати если кому-то надо 2102 чайок конфетки в общем полный набор и очень красивая конопляная надеюсь к лету я что-нибудь из нее соображал цвет очень красивый и тактильно она мне понравилась так что будет что-то новенькое на этом я с тобой прощаюсь нет не прощаюсь через минуту вернусь упрала подарки чтобы продолжить чем же я занималась на каникулах я же не просто так болела ну точнее как я болела но я еще и пыталась что-то полезное делать значит чем я занималась во первых я как уже выставляла в инстаграм придумала новую пятку ну точнее как я не то чтобы ее прям придумала сделала более на мой взгляд совершенно вот этот угол мне прям очень понравилось как он получился он такой аккуратненький он без дырочек без ничего прям вот вообще совершенство на мой взгляд это я сейчас пока вижу носочки которые думала племяшки ну и что-то мне кажется они маловаты будут так что когда я их закончу тогда я решу ей или не ей это вот у меня носочки вяжутся также я уже отвязала большую часть шапки для свекрови почему-то она на видео более блескучая чем в реале в реале она не настолько блестящие вот у меня отметка это я померила по ей по шапке мамы которая наносит до чтобы по глубине и теперь уже начинаю вязать в обратную сторону внутреннюю часть уже будет без блесточек без поедок без ничего просто лицевой гладью также пока мы сидели смотрели киношки 31 не 31 мы готовили первого января я успела настолько продвинуть носочки это из пряжи которые мне подарила саша у нее свой магазин вяза mania shop и это носочка из ее магазина мне очень понравилась расцветка я абсолютно не подгоняла секции то есть вот я как взяла моток начала вязать и они сами по себе вот так прикольно выкладываются это для меня абсолютно неожиданно потому что я уже говорила что я люблю носки сумасшедшие и сумасшедших соседей которые решили опять подрелить вот когда вот носки вот такие вот безумные я просто их обожаю также я вот на каникулах успела закончить и уже постирать это издевательство закончить эти рукава довязала на один раппорт вот этот желтенький уже постирала все уже свитер готов к носке уже практически закончила свитер из верблюда сейчас я тут книжка его прищемила чуть-чуть я говорила что я здесь буду перевязывать ворот вот я его полностью распустила убрала немножечко количество петель то есть я убирала примерно каждую двенадцатую петлю ну то есть каждую 12 я провязывала две в одну отвязываю снова вверх ну как бы полностью то же количество и я решила не экспериментировать а добавила дополнительную нить из норки который я покупала племянницы на варежки это у меня сорок седьмой цвет сейчас вот такая норочка и цвет 47 и как видишь она прям очень подошла то есть она в вороте от абсолютно не отличается то есть если вот этот был намного светлее который я хотела подмешать то это не отличается от слова совсем поэтому если вдруг кто-то хочет также укрепить как и я купите один моток норки оттуда смотрите вот такую бобиночку и пожалуйста работаем так норку я пока откладываю но мне осталось буквально еще рядочка 3 провяжу потом сделаю отбивочный ряд 2 лицевых и закрою игла назад вот как манжеты также вчера общалась с верой вера нитинг подкаста нажала что у нее пряжа лора пиана кстати у меня скоро будет комплекс и за пряжа лора пиана потому что уже не первый раз слышу о том что именно нитка лора пиана косит у меня есть верблюд который кто смотрел мой ролик про верблюда тот знает это единственный верблюд который я не рекомендую вообще и вот как он себя ведет вот такой вот безобразие то есть он просто ложится и с ним ничего невозможно сделать это я оставила опыт и я и перематывала бобину и верх ногами из как она называется из крутилки и без в общем ничего не помогает она без можно косит мне сведущие в этом деле люди сказали что просто это производственный брак и с этой нитки не сняли напряжение что нужно ее просто намочить до под короче провести в этого по-русски чтобы снять напряжение я так и сделала я 200 грамм но не 200 не знаю сколько отмотала на пасму покрасила естественно когда я красила она у меня прошла все 33 круга ада то есть она у меня и варилась и я а то же самое веры слышала что пряжу нужно отбивать чтобы снять с нее напряжение то есть я прям пасмой дубасила по ванной и вот что у меня теперь получается я вяжу носки для сна ну бы я просто больше не вижу смысла ничего вязать из этой пряжи она абсолютно перестала косить вот если видно она вот так себя ведет в матке то есть это ужасная букле но при вязании этого ничего нет ложится она достаточно ровненько легко я ничего специально не выпрямляю то есть я вижу с нормальным натяжением нити единственное вижу плотно то есть я вижу на спицах h2 миллиметра так что вот такой у меня процесс внезапно еще один родился но я по этому поводу не переживаю носки для сна никому не повредят если я их не захочу себе оставлять да я не знаю даже на какой размер я просто вчера пока с верой болтала начала носки ну чтобы ей показать косит она не косит и вот такие носочки у меня постепенно рождаются кстати симпатично очень ложится хотя в матке казалось бы ничего естественно сверхъестественного нет а так ложится очень даже симпатично в принципе это все больше у меня никаких новых процессов ничего нету потому что несколько дней я вообще провалялась не не даже не вязала ничего проспала вот вчера только более или менее пришлось в чувство вяжу ворот и вот носки все больше ничего не делала сейчас наверно засяду постараюсь добить свекрови шапку чтобы подарить ей на рождество но не уверена что успею в принципе это все на этом на сегодня буду прощаться не знаю на как долго затянется этот ролик но если будут новинки какие-то я обязательно об этом расскажу все пока привет сегодня рождество что января или сочельник я если честно извиняюсь если я что-то неправильно сказал потому что я в этом естественно не очень разбираюсь но я просто хочу похвастаться я уже вчера в инстаграм показывала но это просто вот моя муркательная коллекция опала я это обозвала так потому что это мои подарочки от даши с канала мор нитка поэтому это моя муркательная коллекция и сегодня я хвасталась то что я поехала за своим подарком в магазин вязь они оказывается работают я просто не знаю они сказали у них на сайте где-то написано график работа но я не нашла поэтому я в stories увидела что они работают и поехала за подарком от мамы у меня есть вот такая очень красивая бобинка это у меня типа для бронелла коченели но я уже говорила что у меня есть сомнения это от сельвет по моему покупала я в пряжа ваше но это неважно пряжа действительно очень мягенькая очень классная тактильно прям супер но когда я связала образец мне она показалась ну как бы немножко лысовато я с тех пор просто загорелась идея я знала что я хочу с ней сделать и когда мне мама предложила подарить на новый год денежку на новую пряжу я конечно же согласилась у нас же пенсионеры самые богатые в стране поэтому мама может себе позволить побаловать дочу в общем як вот этой вкусняшки заказала вот эту красоту это от биаджоли модеста шер вот очень ну достаточно популяр популярный артикул всей ну не все ладно многие его знают многие его любят он раньше стоил 3 копейки но почему так только он набрал популярность он стал безумно дорогим здесь 67 процентов мериноса 68 мериноса 29 кашемира и 3 процента п.а. на самом деле это вот такая ровница сейчас попробую сфокусироваться которая обмотана таким вот тоненьким тоненьким по шнурочкам но его практически не видно то есть здесь по но просто для того чтобы все это дело стабилизировать но в одну ниточку это вязать достаточно сложно машинисткам я искренне завидую потому что они могут с этой работой работать с этой ниткой в одну ниточку но на руках в нее конечно на двоечки я вязать не собираюсь а в две нитки она уже теряет весь свой шарм но я хочу совместить вот эти две прекрасные ниточки у них очень хорошие составы у обеих они обе примерно в одной от те в одном оттенке и мне кажется вот этот шер вот он даст вот эту изюминку то есть вот будут через вот этот мех проблескивать вот эти вот вкусняшки конфетки поэтому надеюсь что мой образец получится сейчас сяду свежу и обязательно похвастаюсь чем у меня получилось получилось ли моя идея или нет потому что вот эта ниточка сейчас магазине пряжа ваша по распродаже не уверена что остался такой цвет но по крайней мере шер вот еще в магазине вязь был так что если что если все получится еще есть шанс успеть также я вязи уже давным-давно облизывалась и сегодня все таки решилась на вот такую красоту это стопроцентный верблюд от одного из теперь моих любимых производителей их в общем я не буду коверкать хиншлиф энд сан скажем так проще все время забываю имя основателя седьмого сына именно вот прародителя это это именно этого текстильного дома да я не знаю как можно сказать или нет в общем этой фабрики мне этот верблюжонок уже очень давно запал в душу но его все время было вязи многое я всегда но потом но потом но потом но потом я поняла что нет уже потом на это наступило и пора брать я взяла здесь почти 600 грамм потому что он тоненький он 775 метров на 100 грамм то здесь вот видно опять 15 ой 15 и 5 на 2 то 775 метров на 100 грамм и я если честно хочу связать образец дать пощупать своему мужу потому что он у меня и заявил желание что хочет свитер и мне кажется это будет идеальный вариант потому что верблюжонок это просто моя любовь всей жизни но если ему не понравится то я знаю кому это понравится точно да я верблюда люблю всем сердце поэтому надеюсь что мой образец понравится единственный образец вяжу в одну ниточку да а мужу скорее всего если он согласится буду вязать в 2 хотя не знаю цвет может быть он скажет для него мрачного но не знаю мне нравится приятный такой пепельный оттенок вполне мужественный также мне сегодня очень повезло но точнее не то чтобы повезло а я папа прошайничала ирина из магазина вязь я так понимаю она не хозяйка мотала сегодня пряжу и я говорю ой а у вас случайно нету гуся маленьких бобинок она говорит но я сейчас буду отматывать чей-то заказ и могу остаток на родной мукой не все дать я говорю конечно давайте так что вот еще 300 грамм вот этой прелести теперь у меня в арсенале добавилось мне очень понравилась эта ниточка и вот мы сегодня даже с ириной обсуждали то что эта нитка вот у всех вызывает непонятные чувства она мягкая она приятная она очень хорошо легко вяжется она симпатично ложится она выглядит интересно но вот ни у кого нету такой страсти до чтобы сказать все это пряжа моей мечты я буду теперь вязать только из нее но и на и никого не оставляет равнодушной многие она сегодня сказала что многие в конце прошлого года приходили так пощупали но вроде как но вроде когда горит а сегодня очень многие вернулись именно за ней поэтому я вот тоже вернулась за ней теперь у меня вообще ее пол килограмма то есть у меня 200 грамм с прошлой закупки и 300 грамм теперь вот так что у меня полкилограмма этого счастья я уверена что мне хватит на любые мои задумки потому что она вяжется очень легко и вот на спицах 325 по моему она три с половиной вообще идеальное полотно мне кажется ну можно плотнее но я бы не стала мне кажется она и так будет достаточно жаркая и последнее чем я сегодня обогатилась я не знаю почему-то именно вот эта бобина запала мне в душу еще месяца три назад когда была вот эта поставка и кто следит за на обновлениями магазина вязь тот наверняка помнит что месяца три назад где-то осенью была очень большая очень-очень большая поставка от fill a till up была куча всяких классных шнурков и вот она вот эта бобинка она называлась candy она была в одном экземпляре я каждый раз когда заходила в магазин вязь на сайт и первое что делала открывала именно эту бобинку и смотрела в надежде чтобы ее никто не купил я не знаю почему она мне так сильно запала в душ вот почему-то именно ее я безумно хотела я решила что если она два месяца меня ждет то это неспроста и все-таки сегодня у меня в заказе был хлопок на лето но я от него отказалась в пользу вот этой конфетки здесь не родная бобинка но здесь вот просто написано что это fill a till up candy 220 метров на 100 грамм и это не типа пуны до от fill a till up где шнурочек набиты всякой пушистостью а это именно шнурочек в общем здесь интересный состав я подпишу внизу здесь немного 67 по-моему ну вот около 60 процентов baby альпака меринос процентов 10 вискоза и немного по я так понимаю что а и вискоза дают вот эту вот скруточку неоднородную вот по это скорее всего вот эта скрутка вискоза дает вот эти вот классные цветные штучки конфетти и спушеный меринос с альпакой она невероятно нежная вот ее просто я сегодня ехала в метро наверное люди думали что я какая-то больная потому что я ехал с ней обнималась она просто невероятно мягкая приятная то есть вот ее не хочется выпускать из рук а еще вот эти вот конфетки да кэнди они делают какой-то вот как массаж пальцем это я не знаю как это передать в общем это пряжа невероятно красиво выглядит и невероятно приятная тактильно сегодня еще один артикул мне очень запал в душу но уже не хватило ни средств не совести у мужа грабить поэтому все сегодня до раздобыла 4 потрясающие артикула которым я безумно рада сейчас обязательно сяду образцы вязать но все как вся всего кроме как с гусиного пуха и ставлю вставку на вот эту штуку потому что мне кажется если образец получится именно такой как я хотела до чтобы вот этот мех был сверху а вот этот яркая фактура изнутри то я знаю чем я займусь ближайшее время мне кажется и лапа пейса все у меня отойдут на второй план потому что именно вот этот меховой худи я хочу именно ходе с большим карманом с капюшоном да именно вот это меховой худи я сяду вязать в первую очередь здесь скорее всего спицы будут наверно пятерка и но я попробую на пятерке так что это будет не долговяз я надеюсь и должно получиться что-то невероятное и самое главное я покажу образец чтобы если что-то успела докупить потому что и меховушка сейчас по распродаже и шервуд вязи еще есть и кстати в магазине волтория тоже было много шервуда я видел но я не помню какие цвета я не фанат шеруда потому что для меня он тонковат чтобы вязать на руках в одну нить а в две нити он теряет свой шарм но можно кстати ему к нему партнеры взять какой-нибудь желон мне кажется будет тоже очень даже прикольный в общем на этом пока все я побежала побежала вязать образцы и обязательно покажу что у меня получилось все пока привет сегодня 7 января рождество поздравляю всех 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 с праздником особенно кто отмечает но кто не отмечает ну хороший праздник хороший повод почему нет почему бы не отметить день никогда не против каких-либо праздников но конечно если они миролюбивые в общем удивительно для меня картинка да но тем не менее у меня в кадре появилась пехорка шерсть я уже говорила что я буду участвовать в одном благотворительном совместном проекте с девочками на канале на youtube это будет немножечко попозже но у нас уже идет подготовка ко всему и я как раз таки для этого совместника купила вот эту пехорку и показывала что я купила еще монголию верблюда монгольского верблюда из монгольского верблюда я вязала да он акриловый но вполне приятны а вот это я купила первый раз и если честно последний я не знаю я очень от многих слышала что в принципе пряжа неплохая что она вполне достойная что если вязать там суровые носочки для сна то вполне может быть но я могу сказать что для меня это гадость гадостная потому что или мне так не повезло и у меня какой-то брак в общем это пряжа такое ощущение что она переженная она сухая она сыпется я вязала носки и ну как бы я вижу сидя на коленках да и у меня все штаны все было в этом пуху как от норки только в отличие от он еще и безумно колючий в общем я не знаю или у меня брак и это пряжа переженной или с ней что-то не так вообще в принципе в общем я купила эту гадость последний раз я каждый раз даю шанс нашим производителям в надежде но хоть что-то вы можете сделать цивильной но нет видать не очень хочется хочется на импортном напечатать этикетку и все таки а ну все это же пехорка нет это пехорка это все та же самая с розовой уродливой этикеткой все та же самая гадость но я не понимаю почему нельзя блин ну просто стопроцентную шерсть что сложного сделать просто хорошую нормальную стопроцентную шерсть хотя бы не пережгите и и да чтоб она не сыпалась как не знаю кто в общем я вчера весь вечер выгребала мусор и я даже не уверена что я со второго мотка до вижу носки я просто положила в кадре что они есть да что я не просто так возмущаюсь а то что я моток практически закончила но все это ты увидишь уже позже в другом совместном проекте в общем нотка минутка гнева закончилась и перейдем к приятностям я в начале ролика говорила что я перевязываю свитер и вот я его перевязала ворот теперь отличный он достаточно плотный он хорошо держит форму я попробую в носке дополнительно потом еще расскажу и я думаю что это будет так что если это не поможет да и он будет опять расползаться я обязательно повозмущаюсь если все будет хорошо то я естественно забуду об этом сказать так что если я ничего не сказала значит все носится хорошо вот и сразу пока у меня верблюд в руках хочу сравнить да и показать я же вчера купила новый верблюд от потрясающего ну я уже говорила что теперь это тоже один из моих любимых производителей опять забыла как зовут z хинь хинь шлиф энд сан в общем это британская фабрика которая производит пряжу у них не так много артикулов но они именно вот позиционируются на хороших качественных составах у них на сайте на официальном их сайте заявлено что верблюдок они закупают в китае сырье вполне может быть потому что я знаю что монголия основной поставщик китай в китай именно верблюжий и вообще в принципе шерсти главный поставщик это монголия для китая и мой образец я конечно вчера была ну мягко выражаясь в шоке он настолько мягкий он настолько приятный то есть это вот прям я даже вчера когда его постирала я побоялась что муж скажет что он в таком пушистике ходить не будет потому что после стирки у меня поднялся просто мне кажется километровый мех вот такой ворс он пушистый он мохнатый но когда я высушила чуть-чуть мех прибился вот видно да по краешку что мех есть но он немножечко прибился то есть у не такой мохнатый мне кажется даже на мужское изделие будет очень даже классно здесь я вязала на три с половиной вот эту часть я вязала 2 нити сразу предупреждаю здесь 775 метров на 100 грамм то есть две нити это 375 ну что-то около 400 получается в общем я вязала в две нити вот на три с половиной мне кажется это идеально для мужского то есть она не очень плотно она не забита но вполне хорошо себе бы я вязала даже наверное на четыре с половиной я просто отмотала небольшой клубочек чтобы связать две нити это вот все что мне хватило вот на четыре с половиной очень классная воздушная объемная то есть вот в две ниточки прям прелесть и можно сравнить сразу ниточку до вто и после вто сейчас разъединю вот так она отличается то есть насколько она раскрылась не могу сказать что была какая-то дикая пропитка нет вязать было вполне приятно не ничего не мешало не скрипела не не было вот как бывает от виды в сильной пропитке они вот прям как полиэтиленовый пакет вяжешь нет вот этого не было вяжется приятно мягенько хорошо то есть не все нравится и по тактильным ощущениям очень очень близко к сарлагу то есть сарлаг он более шелковистый это более суховат но возможно еще из-за того что это не естественный оттенок для верблюда это крашеный даже на официальном сайте хиншель хиншель фонсан заявлено что у них представлено 15 цветов верблюда светлая натуральный темно натуральный микс и 12 крашеных то есть у них на сайте официально заявлено и в принципе если вот прям присматриваться то видно что проскакивает такие рыжеватые волоски натуральные и вот просто для сравнения да хочу показать вот у меня классический мой любимый карамельный верблюжонок от сарлаг это кремовый верблюжонок от сарлаг тоже с невероятно красивым пухом мехом как его обозвать что-то мне не хочет никак фокусироваться вот видно да на на темном там где бобинка стоит вот видно какой здесь мех очень мягенький приятный вот этот очень мягенький приятный все с ним хорошо даже вот этот который косит безбожно от лоропиана у него тоже есть очень такой пушистый хороший мелда и тактильно вот сарлаг и вот этот хиншель фоне очень похожи то есть они приятные такие очень я не знаю вот у верблюда есть своя какая-то вот фактура я не знаю как ее передать в общем верблюд он отличается от всего даже вот этот он тактильно в принципе похож на вот это все он как масляничный что ли вот какой то есть у него и вот то что я говорила что я не знаю если здесь верблюд или кашемир это вот монголия от сил вэт мне недавно пришла в подарок еще синяя бобинка сейчас я далеко не убрала покажу вот это у нас заявлено 80 процентов baby camel 20 процентов кашемир 533 на 100 вот то же самое да что вот у меня розовый я хочу попробовать еще с голубой связать возможно розовый слишком сильно вытравили но что меня больше всего напрягает здесь очень низенький пух его видно да что он есть он открылся он выглядит просто как неплохой джелонг и сравнить здесь ну разница мне кажется очевидно так что то мне сегодня со светом что не хочет фокусироваться так что я вот еще раз выражаю свои сами сами сомнения что компания сельвет действительно торгует тем что заявляет но я еще свяжу и синего образец и уже просто можно будет сравнить но мне кажется что у меня есть право говорить о том что тактильно я там не верблюда не кашемира не ощущаю потому что верблюд он очень сильно отличается от других составов в общем от вот этой в ниточке я в полном восторге так что буду надеяться что мужу она тоже понравится свитер убираем также я вчера показывала свою новинку это у меня уже из старых запасов и из магазина вяжи с нами заявлено что для бронелла кучинели но опять же этого по моему лакшери байрига или силвет в общем что-то из тех производитель которым я не доверяю здесь заявлено что альпака и кашемир и в принципе здесь есть вот этот альпаковая шелковистость и бархатистость кашемира возможно что то из этого здесь есть но наверное не в тех процентах как заявлено но пряжа в любом случае очень классная очень мягкая очень приятная тактильная она мне нравится она мне очень приятная и к ней в компаньона я наконец-то добралась и купила от биоджоли модеста шервуд многие знают этот артикул многие его очень любят мне вчера даже очень советовали не поганить вот этим страшным мехом что это выглядит дешево но я честно вот хочу сказать одну такую простую вещь когда мне нужен совет до когда я спрашиваю совета в чем-то я сомневаюсь то я с радостью его выслушаю а когда я показываю что вот я купила и я буду делать вот это то мне советовать уже не нужно то есть я уже самостоятельная взрослая девочка приняла решение и я сама не соответственно за то что я приняла поэтому если я сказала что я к вот этой вот этой купила в партнера вот это то я буду вязать вот так я не собираюсь два месяца на 2 миллиметрах вязать себе топик поэтому у кого есть машина я искренне завидую потому что шерлот в одну ниточку он потрясающий он классный он шикарный но на руках в одну нить я вязать его не буду поэтому если кажется что это удешевляет то это ваше право я тут ничего сказать не могу но на мой взгляд образец получился просто потрясающий и если отдельно мех но мех и мех прикольные да ничего не могу сказать отдельно шерлда красивый ничего не могу сказать но вместе это просто вне невероятный микс который мне очень нравится он какой-то как мишка тэдди он какой-то сказочный у него вот эти вот конфетные проблески но в общем он такой вот прям супер единственное я придумала что я не ну не буду делать резинки такие да я думала сначала две нити шер вот но получается тумач потом я добавила к шер вот мне в прошлом году виза дарили вот такой это джейк от печи филате здесь хлопок як и полиамид я думала добавлю вот эту ниточку к шер воду но мне не понравилось она все равно создает какое-то ощущение грязи поэтому скорее всего я все манжеты буду делать просто в две ниточки из вот этого и мне кажется это будет просто идеально то есть вот у меня резиночки и основное тело все будет вот такой пушистик так что я вчера даже провела голосование начать сейчас или закончить свои долги и естественно в два раза больше людей написали что давай сейчас но я все-таки к тому что я по заканчиваю хотя бы часть своих долгов и обязательно возьму за это ходе потому что мне кажется на весну это будет прям шикарно если сверху накинуть какое-то пальто или даже сверху накинуть просто джинсов куда но мне кажется будет прям бомбически что-то я тут уже нацепляла так что вот такой образец у меня получился он мне безумно нравится вот я прямо от него в таком восторге и вяжется очень легко очень приятно и вот этот третий компаньон мне кажется у меня подошел просто вообще супер как раз таки на резинке будет отлично так что надеюсь что очень скоро у меня появится новая классная худи и еще одна новинка которая у меня вчера появилась о которой я два месяца мечтала это вот это candy я говорила что я ее просто вот каждый день заходила на сайт магазина вязь открывала эту позицию в надежде что ее никто не купил и она меня дождалась честно она меня дождалась если из меха я как бы вчера еще колеблилась начинать не начинать дос вот это я реально вчера начала набирать ворот потому что я села вязать образец я поняла что я не хочу образец я хочу уже этот свитер одеть и носить и сейчас покажу почему все таки а ворот распустила и связала образец и это невероятно она настолько нежная она настолько мягкая это вот просто не передать здесь вот в одну ниточку на 5 миллиметров здесь в одну ниточку на 6 миллиметров и если я вязала мне казалось на шестерке это будет дырявый то в образце нет это очень классно она вообще не просвечивается ну как бы вид нет ничего не видно да но не просвечивается но достаточно плотная но классная фактура обалденная мне очень нравится как вот через вот этот вот спокойный серый проскакивает вот эти вот конфетки до candy я в общем вчера была ну я уже набрала вора да я говорю хотела уже просто начать вязать свитер и но остановила себя в последний момент потому что действительно очень много у меня незаконченных работ которые нужно позаканчивать так из новинок это все а еще хотела показать пока покупала на сайте вал берез пряжу гималайи сейчас достану свои носочки шеф-повара с бирочкой вот дарила дашимор нитки такую ниточку она кстати не сказала ей понравилось или нет надо будет спросить но я что могу сказать мне нитка в работе понравилась она вяжется достаточно легко в ней и чувствуется акрил да он не такой скрипучий как в накобоха но он есть в принципе вяжется неплохо ниточка ложится красиво мне нравится она так достаточно ровненько ложится но мне поступило очень много отзывов что нитка плохая что она протирается что она и скатывается и протирается одновременно и все вместе как бы я не знаю я хочу протестить но на сайте вал берез появились практически все цвета были в наличии по крайней мере и она приходит вот в таких индивидуальных упаковочках чем прям так понравилось что вроде как даже на подарок не стыдно вручить но хочу показать еще одну расцветочку который мне просто не оставила равнодушной так открываться что ж такое так похвалила этот пакетик вас на и не могу из него достать в общем вот такая классная расцветка я купила только из-за расцветки исключительно потому что я же говорю мне очень много людей написали что пряжа плохая но расцветка меня не оставила равнодушной это у нас 160 04 наверно вот этот цвет я не знаю и опять же что мне нравится да что они рисуют что у меня должно получится на выходе так что мне кажется такое даже подарить кому-то не стыдно и вполне даже достойно но и даже хранить мой не съест ну хотя там дырки есть а моли нет так еще я хотела показать что я вижу свои носочки радужные которые думала для племяшки но скорее всего нет они будут малые это я уже и так вижу но у меня они уже практически на финишной прямой будет моя тройка вчера есть его вязь и вязала так что я уже пяточки отвязала полностью пяточки я придумала вывязывать чуть-чуть по-другому в отличие от моих пяток от скулки пока я еще то есть этот вариант рассматриваю разные варианты и как только я приду какому-то выводу нравится так не нравится лучше не лучше я тогда уже или будут снимать дополнение к мастер-классу или оставлю все как было вот в принципе на этом все новинки все свои показала образцы все свои показала очень рекомендую обратить внимание на вот это ну кэнди я конечно обратите внимание но и и уже там нету на вот это мне очень понравилось я прям вот сейчас готова сесть и начать вязать и обязательно обратите внимание на верблюда ход хиншельф энд сан мне он очень понравился он прям вот магический какой-то я не знаю как его он тактильно вообще ну вот на мой взгляд если вот с закрытыми глазами взять верблюда от сарлак и вот этого ну возможно сарлак чуть-чуть по нежнее и опять же сарлак он не крашеный этот все-таки покрашенный надо это тоже учитывать и как выяснилось многие не смотрели мое прошлое видео и оказывается даже не видели что я уже показывала эту пряжу и связала из нее образец еще в прошлом выпуске это образец из мериноса с гусиным пером с точнее с гусиным пухом так что если вдруг не видела прошлое видео то показываю образец еще раз на этом буду прощаться буду заканчивать влог что ты его посмотрела еще на каникулу да потому что потом на работу и уже будет не до видосиков к сожалению спасибо за внимание и еще раз поздравляю с рождеством пока а